Денис Мужуков и его бэнд О настоящем празднике рок-н-ролла расскажет прямо сейчас Светлана Шепет, арт-директор ККЗ «Панорама». Смотрим! Автор хитов советского времени, которые с успехом исполняли Алла Пугачева и Эдита Пьеха. Уже с детства Денис был окружен музыкой. И в юном возрасте он познакомился с таким редким для Советского Союза направлением, как госпел, церковные песни афроамериканцев США и с буги-вуги. Это и определило его дальнейшую жизнь и дальнейшее направление. Но и в юном же возрасте его ожидало разочарование. В школьном возрасте ему предоставилась возможность выступить на центральном телевидении, и он подготовил, конечно же, песни в любимом стиле рок-н-ролл. И, как мы с вами понимаем, его не пропустили. Каково же было расстройство и разочарование юного музыканта. Однако он не сдался и сочинил несколько так называемых допустимых песен, которые с успехом исполнял на центральном телевидении. Но рок-н-ролл жил глубоко в сердце юного музыканта. Еще одно увлечение занимало его время – это спорт. Он серьезно занимался боевыми искусствами, и даже в какой-то период перед ним стоял выбор – либо спорт, либо музыка. Однако рок-н-ролл взял верх. Отец предупреждал юного сына, влюбленного в рок-н-ролл, что в советское время это направление безуспешно и бесперспективно. Но время идет, и жизнь носит свои коррективы, и случается так, что западная музыка уже в нашей стране совершенно легальная. Денис поступает на эстрадное отделение училища имени Гнесиных в класс профессора Даниила Крамера, которое с успехом заканчивает. И тут начинается головокружительная карьера Дениса. Его приглашают единственного музыканта из России на престижнейшие фестивали рок-н-ролла. Он выступает на самых знаменитых концертных площадках России и мира. Он записывал и записывает множество альбомов. До недавнего времени Денис исполнял свои произведения только на английском языке, хотя в последнее время в его творчестве появляются произведения и на русском языке все чаще и чаще. Денис не является глубоко верующим человеком, однако абсолютно уверен, что влюбленность в рок-н-ролл дана ему откуда-то свыше от Бога. А от себя я хочу рассказать одну историю. Я вспоминаю одну из записей популярного телевизионного шоу «Артист», где Денис набрал невероятное для этого шоу количество баллов – более 90. И авторитетное жюри стоя аплодировало этому исполнителю более 10 минут. А молодые последователи этого направления – рок-н-ролл, твисты, буги-буги, ритм-энд-блюзов – считают, что творчество Дениса Мужукова – это музыкальная энциклопедия, которую просто неприлично не знать, не читать и не перечитывать постоянно. Вот такая встреча нас ждет с таким замечательным артистом 18 октября на сцене киноконцертного зала «Панорама». Хочу напомнить, что информацию можно уточнить по телефону 300-033. Заходите на наш сайт panoramadefistver.ru и до новых встреч с талантливым, влюбленным в рок-н-ролл Денисом Мужуковым. А сейчас я расскажу о том, что можно посмотреть на большом экране. О киноновинках в нашей специальной рубрике. Фильм в жанре фэнтези является продолжением картины 2014 года «Малефицента». А также лента сохранила свой звездный состав. Прошло уже несколько лет с тех пор, как «Малефицента» заколдовала юную принцессу Аврору, наложив на нее злые чары. Однако темная фея сама смогла отменить свое колдовство, после чего они сильно сблизились с девушкой. Теперь ей предстоит стать настоящей королевой, хотя народ сомневается в ее способностях и возможностях, что сильно ранит белокурую героиню. Любовь – это источник нескончаемых бед. Поверь мне, наша будет другой. А в это же самое время в волшебный лес проникает настоящее зло. Оно не щадит никого на своем пути и намерено уничтожить лес полностью вместе с его диковинными обитателями. Когда ситуация вышла из-под контроля, «Малефицента» предлагает девушке снова объединиться в борьбе с коварным врагом. Вместе им предстоит противостоять натиску сильного противника, иначе природа и все жители топких болот погибнут. А следом та же участь ожидает и жителей королевства. Так, так. Осторожность лишней не бывает. Смогут ли героини снова пройти очередное испытание? Или темная фея, переродившись и полюбив девочку искренней любовью, теперь слишком уязвима для нечистой силы? Ответы на эти вопросы узнаете, посмотрев картину, которая с 17 сентября стартовала в прокате на большом экране в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Заказ и бронирование билетов на сеанс по телефону 300 033 или на сайте panoramadefistver.ru. Возрастное ограничение картины 6+. Сюжет фильма «Девушки бывают разные» расскажет о трех товарищах, которые решают отдохнуть и для этого отправляются в Мексику. Сразу все было просто прекрасно, но на следующий день ребята просыпаются с сильнейшей головной болью посреди пляжа. Оказывается, вчера друзья умудрились навредить местному криминальному авторитету, и судьба решила сжалиться над молодыми людьми. Они сбежали. Они переодеваются в девушек и принимают участие в женском турнире по серфингу, ведь в случае победы они получат 100 тысяч долларов и возможность покинуть страну. Но все оказалось не так-то просто. Подъем! Простите, пожалуйста, я с этими погонями реально не высыпаюсь, правда. Актерский состав фильма «Девушки бывают разные» состоит сплошь из звезд и весельчаков. Роман Попов, Дмитрий Нагив, Владимир Яглыч, Артем Сучков и многие другие. Поэтому комедия несомненно понравится тем, кто не прочь от души посмеяться. Билеты на фильм в киноконцертном зале «Панорама» можно приобрести на сайте panorama.defiz.tv.ru. Все справки по телефону 300 033. Возрастное ограничение картины 16+. На этом программа наша завершается, но я пошла искать новые интересные события, которые произойдут в нашем с вами городе в ближайшее время. До встречи в эфире! Субтитры подогнал «Симон»!